друзья всем привет михаил из москвы заказал на мой адрес значит образцы трех масел это лукойл генезис универсал 530 допуском опять бы 5 синтек платином 7000 тоже опять бы 5 тоже 530 и газпром нефть премиум опять бы 5 такой же вязкости значит также анзор из поселка яблоневский адыгея присылал мне зиг x9 fe вот к сожалению не мог раньше проверить потому что не было конкурентов александр транзит про передал шел helix ультра профессионал а.ф. с фордовским допуском тоже опять бы 5 тоже 530 и также александр передал total quartz 9000 nfc тоже я думаю что сравнение будет очень интересное 3 отечественных недорогих масла и 3 таких достаточно качественных импортных также люди просят опять бы 5 и я понимаю что многие не осознают в чем разница сейчас я вам расскажу значит вот у меня есть 530 два лукойла понятно что нюансы могут быть с другими производителями разные но в принципе сам принцип я объясню вот значит это у нас опять бы 5 это а3 b4 в одинаковой вязкости 530 я посмотрел режимные листы одного производителя у меня есть не буду афишировать кто это это коммерческая информация так вот в масле опять бы 5 гидрокрекинга шестерки шестерка это вязкость с антистоксах так база обозначаются при 100 градусах шестерки меньше на 15 процентов чем в а3 b4 раствора именно раствора загустителя меньше на 3 процента чем в а3 b4 и гидрокрекинга четверки больше на 17 половиной процентов чем в а3 b4 то есть все изменения касаются исключительно вязкости базы по пакетам абсолютно одинаковые по депрессору одинаковые если есть эстеры концентрации их одинаковое отличие только в вязкости базы чуть менее вязкая база для энергосбережения вот большего а так других отличий по сути нет то есть это оба полнозольные масла жирным пакетом нам в районе 12 процентов ввода пакета вот вот такие вот отличия но в любом случае я думаю будет интересно многим много разных автомобилей используют данный допуск рекомендован скажем так вот поэтому самое ближайшее время я проверю и сделаю сравнительное видео а так всем пока